Послание апостола Павла к римлянам, глава 12. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание апостола Павла к римлянам, глава 13. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти. Послание апостола Павла к римлянам, глава 14. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный и ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь. Предо мною преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается. Потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Аминь. Аминь. Псалом 65 Начальнику хора песнь Воскликните Богу вся земля Пойте славу имени Его Воздайте славу, хвалу Ему Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе Да поет имени Твоему Вышний Придите и возрите на дела Бога Страшного в делах над сынами человеческими Он превратил море в сушу Через реку Перешли стопами Там веселились мы о нем Могуществом Своим Владычествует Он вечно Очи Его зрят на народы Да не возносятся мятежники Благословите Благословите народы Бога нашего И провозгласите хвалу Ему Он сохранил душе нашей Жизнь И ноге нашей не дал поколебаться Ты испытал нас Боже Переплавил нас Как переплавляют серебро Ты ввел нас в сеть Положил оковы на чресло наше Посадил человека на главу нашу Мы вошли в огонь и в воду И ты вывел нас на свободу Войду в дом твой со всесожжениями Воздам тебе обеты мои Которые произнесли уста мои И изрек язык мой в скорби моей Всесожжения тучные вознесу тебе С воскурением тука овнов Принесу в жертву волов и козлов Придите Послушайте все боящиеся Бога Я возвещу вам, что сотворил Он Для души моей Я воззвал к Нему устами моими И превознес Его языком моим Если бы я видел беззаконие в сердце моем То не услышал бы меня Господь Но Бог услышал Внял глаз умоления моего Благословен Бог, который не отверг молитвы моей И не отвратил от меня милости своей Книга Исход, глава пятнадцатая Пою Господу, ибо Он высоко превознесся Коня и всадника Его ввергнул в море Господь крепость моя и слава моя Он был мне спасением Он Бог мой и прославлю Его Бог Отца моего и превознесу Его Господь муж Брани и Егова имя Ему Колесницы фараона и войска Его ввергнул Он в море И избранные военноначальники Его потонули в Черном море Пучины покрыли их Они пошли в глубину, как камень Десница Твоя, Господи, прославилась силою Десница Твоя, Господи, сразила врага Величием славы Твоей Ты Низложил восставших против Тебя Ты послал гнев Твой И Он попалил их, как солому От дуновения Твоего Раступились воды Влага стала, как стена Огустели пучины в сердце моря Враг сказал Погонюсь, настигну, разделю добычу Насытится ими душа моя Обнажу меч мой Истребит их рука моя Ты дунул духом Твоим И покрыло их море Они погрузились, как свинец В великих водах Кто, как Ты, Господи, между богами Кто, как Ты, величествен святостью Досточтим хвалами Творец чудес Ты простер десницу Твою Поглотила их земля Ты ведешь милостью Твоей народ сей Который Ты избавил Сопровождаешь силою Твоей В жилище святыни Твоей Услышали народы и трепещут Ужас объял жителей Филистимских Тогда смутились Князья Идомовы Трепет объял вождей Моавицких Уныли все Жители Ханаана Да нападет на них Страх и ужас От величия Мышцы Твоей Да они имеют они Как камень Доколе проходит Народ Твой, Господи Доколе проходит Сей народ Который Ты приобрел Введи его И насади его На горе Достояния Твоего На месте Которое Ты соделал Жилищем себе Господи Во святилище Которое создали Руки Твои Владыка Господь будет царствовать Вовеки и в вечность Когда вошли кони фараона С колесницами его И с всадниками его в море То Господь обратил на них Воды морские А сыны Израилевы Прошли по суше Среди моря И взяла Мариам Пророчица сестра Аронова В руку свою тимпан И вышли за ней Все женщины С тимпанами И ликованием И воспела Мариам Пред ними Пойте Господу Ибо высоко Превознесся он Коня и всадника Его ввергнул море И повел Моисей Израильтян От черного моря И они вступили В пустыню Сур И шли они Три дня по пустыне И не находили воды Пришли в меру И не могли пить воды В мере Ибо она Была Горька Почему и наречено Тому месту Имя Мерра И взроптал народ На Моисея Говоря Что нам пить Моисей Возопил Господу И Господь показал ему Дерево И он бросил его в воду И вода Сделалась сладкую Там Бог дал народу Устав и закон И там Испытывал его И сказал Если ты будешь Слушаться Глаза Господа Бога твоего И делать угодное Пред очами его И внимать Заповедям его И соблюдать Все уставы его То не наведу На тебя Ни одной из болезней Которые навел я На Египет Ибо я Господь Бог твой Целитель твой И пришли в Елим Там было Двенадцать источников Воды И семьдесят Финиковых дерев И расположились Там Станом При водах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok